Если вы случайно наткнулись на какой-либо из многочисленных фильмов из вселенной Хищника, но не посмотрели все предыдущие ленты, то происходящее на экране может сбить вас с толку. В этом видео мы расскажем, какое значение имеет каждая сюжетная линия в контексте всей франшизы, включая то, что они добавляют к мифологии этой вселенной. Сюжет Хищника рассказывает об элитной команде наемников во время проведения ими спасательной операции в самом сердце контролируемой партизанами области в Центральной Америке. Группа, возглавляемая бывшим майором спецназа Алланом Датчем Шефером, неожиданно обнаруживает обломки вертолета, множество освежеванных трупов и свидетельство присутствия убийцы, который не оставляет следов. Наемники быстро расправляются с группой партизан и захватывают плен одного из повстанцев – женщину по имени Анна. По мере того, как команда наемников продвигается все дальше в джунгли, невидимый наемник начинает убивать членов отряда одного за другим. Анна рассказывает Датчу местную легенду, о существе, которое охотится на людей ради развлечения. В конце концов остаются только Датч и Анна, и майор понимает, что существо охотится только на вооруженную добычу, поэтому он отсылает Анну одну, чтобы спасти её от атак врага. Датч покрывает своё тело грязью, обнаружив, что она позволяет оставаться невидимым для существа, когда оно находится в движении. Датч смог повредить его маскирующее устройство, но всё же был на грани поражения от рук существа, известного как Хищник, или, если точнее, Яуджа. Инопланетянин отбрасывает свою броню и оружие для того, чтобы дать честный бой, и Датч снова оказывается на грани гибели, прежде чем ему удается поймать Хищника в ловушку. Поврежденный Яуджа активирует устройство самоуничтожения. Датч чудом выживает, сбежав как раз перед взрывом. В рамках знакомства с этими существами фильм демонстрирует ряд характерных для них черт. Они облачены в легкую, но технологически продвинутую броню и обладают прочными телами. Яуджа – это высокотехнологичная космическая цивилизация с развитым языком, смертоносным оружием и технологиями маскировки. Они умные, сильные, способные к успешной адаптации воины, которые могут обнаруживать чужие и создавать свои ловушки. Яуджа убивают вооруженную добычу из спортивного интереса. Они часто охотятся в одиночку, снимают шкуру с добычи и забирают трофеи. Если их охота не удалась и им грозит смерть, они скорее убьют себя, чем проиграют. На этом этапе франшизы можно сделать только один вывод, что такая охота и была единственной мотивацией хищника для путешествия на Землю. Из фильма мы узнаем, что Яуджа наслаждаются подобными испытаниями своих способностей, а также демонстрируют радость, убивая свою жертву при самоуничтожении. Фильм эффектно задает тон для каждого последующего экранного воплощения этого инопланетянина, и его наследие оказывает непосредственное влияние на всю серию. В свое время фильм получил смешанные отзывы критиков, но его кассовые сборы были неоспоримым доказательством успеха. Он принес 98 миллионов долларов при производственном бюджете в 18. Фильм закрепил за хищниками статус культовых кинематографических монстров, позволив компании 20-й век Фокс снять многочисленные прямые сиквелы и спин-оффы в последующие десятилетия. Действие второго фильма переносится на городскую территорию. В войне банд принимают участие лейтенант полиции Лос-Анджелеса Майк Харриган и его команда. Полицейские врываются в логово злоумышленников и обнаруживают, что колумбийская банда убита, а Харриган следует за паникующим выжившим на крышу, где видит расплывчатый прозрачный силуэт крупного существа, похожего на человека. В участке Харриган знакомится со спецагентом Кизом, лидером оперативной группы, расследующей деятельность картелей. Той ночью Хищник прервал очередные разборки преступников. Харриган и его команда осматривают место преступления и находят инопланетное копье. Затем появляется Киз и требует от Харригана, чтобы тот держался подальше, но лейтенант возвращается и преследует Хищника. Однако его задерживает команда Киза, которая объясняет, что Хищник – это маскирующийся инопланетный охотник, который бродит по районам, где происходят вооруженные столкновения. – Сделан от холода и конфликта. Он на сафари. Лионы. Тигры. Бееры. О, мои. Трофеи. Команда Киза устраивает ловушку, но Яуджа легко разбирается с ней, и Харриган сам преследует пришельца. Битва между Хищником и Харриганом перемещается под землю, в туннеле под городом, где полицейский обнаруживает космический корабль Яуджа и украшенную черепами комнату с трофеями, в которой есть экземпляр, который выглядит так, будто он принадлежит ксеноморфу из франшизы Чужой. Полицейскому удается убить инопланетянина его собственным оружием, в результате чего появляется группа Хищников, забирает погибшего сородича и преподносит Харригану трофей. Хищник 2 сделал ряд важных шагов для понимания мифологии мира Хищника. Он расширил круг типов добычи воинов, и показал, что они также охотно ведут свою деятельность в густонаселенных центрах городов, как и в удаленных зонах боевых действий. Фильм добавил новое оружие в арсенал Хищников, а также показал, что одинокий охотник Яуджа не путешествует на планету без прикрытия. Другие охотники заберут тело павшего товарища домой, если оно не будет уничтожено, что является уникальной эволюцией их культуры, которая добавляет к процессу охоты элемент ритуала. Фильм также объясняет склонность пришельцев путешествовать на эту планету для охоты на людей ради спортивного интереса, особенно в зоны боевых действий, и что, по крайней мере, некоторые люди в правительстве знают о Хищниках. Наконец, показав трофейную комнату корабля и череп ксеноморфа в ней, фильм намекает на то, что миры Чужого и Хищника существуют в одной вселенной, и что Яуджа также охотится на ксеноморфов, что является первым кинематографическим представлением этой концепции. Хищник 2 представил новую информацию об оружии и тактическом арсенале Яуджа, чем косвенно обеспечил основу для фильмов Чужой против Хищника и позволил зрителям лучше понять культуру пришельцев, продемонстрировав, что вся их инопланетная цивилизация построена вокруг процесса охоты. Несмотря на нынешний статус культовой классики, Хищник 2 в своё время получил в основном негативные отзывы и имел гораздо более низкие кассовые сборы, чем его предшественник. Относительно слабый успех фильма приостановил развитие франшизы до тех пор, пока в 2004 году не появился Чужой против Хищника, ставший ответвлением от основной истории. Короче говоря, Хищник 2 оказал большое влияние, добавив многие детали к лору вселенной Хищника, но недостаточно успешный прокат приостановил франшизу на некоторое время. В фильме 2004 года Чужой против Хищника богатый промышленник Чарльз Бишоф Вейланд собирает команду для исследования таинственной тепловой сигнатуры под островом к северу от Антарктиды. Тем временем, корабль Хищников достигает орбиты Земли и запускает энергетический луч прямо вместо тепловой сигнатуры, создавая туннель к её источнику – к древней пирамиде. Команда находит туннель, а также свидетельство присутствия древних людей в чём-то вроде жертвенных залов. Команда случайно активирует устройство внутри пирамиды, выведя королеву ксеноморфов из стазиса, после чего она откладывает множество яиц этих инопланетян. Лицехваты прикрепляются к людям, оказавшимся в ловушке внутри жертвенного зала, и вскоре превращаются во взрослых ксеноморфов. Между ксеноморфами, людьми и Яуджа вспыхивает и обостряется конфликт, и один из пришельцев, известный как Шрам, оказывается атакован Лицехватом. Перевод иероглифов показывает, что хищники посещали Землю тысячи лет, и когда-то им поклонялись как богам. Они периодически возвращаются в рамках охотничьего ритуала, и люди приносятся в жертву для производства ксеноморфов, которые и станут объектом для охоты. Руководство команды Вейланда в лице Лекс и пришелец Шрам формируют союз, устанавливая устройство самоуничтожения в храме в улье ксеноморфов, чтобы уничтожить оставшихся монстров и яйца. Королева выживает, но союзники в конечном итоге побеждают её, пускай Шрам умирает от ран, полученных в бою. Корабль Хищника открывается, и Яуджа преподносит Лекс Копьё, а затем забирают тело Шрама перед отбытием. Фильм заканчивается на моменте, когда из груди пришельца появляется Пред-Алиен, симбиоз Хищника и Чужого. Чужой против Хищника – это первый фильм, в котором было показано, что хищники охотились на Земле в течение тысячелетий. Более того, они оказывали значительное влияние на первые человеческие цивилизации и были важным фактором в развитии ранней человеческой культуры и, возможно, религии. Также стало известно, что Земля – это одно из особых мест, где проводились обряды посвящения Яуджа, связанные с охотой на ксеноморфов. Серия из двух фильмов Чужой против Хищника, долгое время считавшаяся неканоничной, расширяет мифологию вселенной Хищника и Чужого. В то время как Хищник 2 только намекал на то, что эти два вида относятся к одной и той же вселенной с деталей Хищника 2018 года, тонко подтвердили этот факт. В этом фильме Кейси Брэкетт увидела комби-копьё, сделанное для Лекс в Чужом против Хищника, что косвенно подтверждает каноничность этого фильма в официальной вселенной Хищника. Хотя, учитывая антипатию Ридли Скотта к кроссоверу и различия в деталях Прометея и Чужого Завет, можно с уверенностью сказать, что картины с участием двух культовых персонажей не являются каноном во франшизе Чужого. Вдобавок, несмотря на не самые лестные отзывы критиков, фильм показал неплохие кассовые сборы – 172 миллиона долларов по миру при бюджете в 70 миллионов, что вдохнуло новую жизнь во франшизе как Хищника, так и Чужого. Тем не менее, его влияние остается спорным, хотя с уверенностью можно сказать, что текущее состояние франшизы подтверждает тот факт, что этот фильм дополняет лор вселенной. Сюжет Чужих против Хищника, Реквием, начинается на том моменте, где закончилось действие Чужого против Хищника, когда предалиен, вылупившийся из тела погибшего шрама, прорывается сквозь корабль и терпит на нем крушение у города Колорадо. Сигнал бедствия с корабля был принят элитным волком-хищником, который отправляется на Землю, чтобы уничтожить предалиена и всех сбежавших лицехватов. На Земле несколько лицехватов успели найти новых жертв, а Волк совершает посадку и начинает вычищать инопланетную угрозу. Пришелец выслеживает нескольких ксеноморфов в городской канализации, а некоторые сбегают в город. Тем временем несколько человек собираются в местном магазине спортивных товаров. Волк и ксеноморфы проникают внутрь здания и начинают сражаться, пока выжившие люди пытаются сбежать. Они связываются с военными и направляются в центр города для эвакуации. Группа выживших разделилась, и некоторые из них отправились в другое место, чтобы использовать медицинский вертолет и покинуть этот район. Отколовшаяся группа, отправившаяся в госпиталь, обнаруживает, что в здании находится множество ксеноморфов и Predalien, поэтому туда прибывает Волк, чтобы убить монстров и при этом теряет бластер. Люди присваивают себе оружие, и между ними ксеноморфами и Волком разгорается бой. Выжившие пробираются на крышу, садятся на вертолет и взлетают, в то время как Волк и Predalien вступают в последний бой на крыше, где смертельно ранят друг друга. Между тем, военные солгали об эвакуации и вместо этого начали бомбить город, чтобы устранить инопланетную угрозу. Ударная волна сбивает вертолет, но выживших спасают военные. Вскоре найденный плазменный бластер Волка передают женщине по имени Мисс Ютони. Основываясь непосредственно на своем предшественнике, чужой против хищника Реквием, показывает, что хищники будут обращаться за помощью к другим расам в случае возникновения чрезвычайной опасности, и этот вид периодически пытается избавиться от свидетельств собственной деятельности. Вдобавок, они, похоже, стремятся не дать ксеноморфам сбежать и захватить планету. Мы также видим, как Волк использует оружие, которого раньше не было у пришельцев, включая хлыст, лазерные мины и перчатку, которая усиливает удар хищника. Наконец, зрителям показали инопланетный плазменный пистолет, переданный Мисс Ютони из Ютони Корпорейшн. Слияние этой компании с Вейленд Корп в 2099 году привело к созданию корпорации Вейленд Ютони, которую мы видим в фильмах серии Чужой. Как и в случае с Чужим против Хищника, вопрос о том, является ли вклад Реквиема во франшизу каноничным, полностью зависит от общего статуса спин-оффов. Фильм в целом был принят хуже, чем другие фильмы о Хищниках, но при этом он собрал большую кассу, чем предыдущая лента, а именно 128 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Практически повсеместный плохой прием у критиков приостановил планы режиссеров относительно третьего спин-оффа. Тем не менее, вклад фильма в раскрытие используемого вооружения и культуру Яуджа закрепился в этой франшизе. Фильм Хищники начинается с того, что наемник Ройс приходит в сознание, падая с парашютом за спиной с большой высоты в незнакомые джунгли вместе с несколькими другими людьми. Оказывается, все они вооруженные убийцы, за исключением врача по имени Эдвин. Когда наступает ночь, они видят инопланетное небо, впервые понимая, что больше не находятся на Земле. Случайные товарищи по несчастью вскоре обнаруживают, что на них нападают четвероногие внеземные звери, после чего слышат странные звуки. Команда обнаруживает захваченного в плен Хищника, но вскоре подвергается нападению трех огромных суперхищников, известных как Следопыт, Берсерк и Фальконер. Люди убегают, и в конечном итоге сталкиваются с Рональдом Ноландом, одиноким американским солдатом, который выжил на чужой планете, собирая полезные вещи и скрываясь. Ноланд рассказывает, что планета – это заповедник хищников, где Яуджа тренируется сражаться против смертельно опасных воинов и существ. Там хищники охотятся по трое, а маленькие и большие Яуджа ведут борьбу между собой. Борьба между хищниками и людьми в конечном итоге приводит к смерти Нолана, нескольких членов команды, а также Следопыта и Фальконера. Эдвин получает травму, и Изабель отказывается покинуть его, но Ройс отправляется дальше, чтобы освободить захваченного Яуджу в надежде на побег. Меньший Яуджа активирует корабль и программирует его для возвращения на Землю. Прибывает Берсерк, убивает меньшего Яуджу и взрывает корабль. Ройс возвращается за остальными и обнаруживает, что Эдвин на самом деле является серийным убийцей. Узнав, что Эдвин не тот, за кого себя выдает, Ройс использует его как приманку с гранатами. Берсерк активирует ловушку, и Ройс с Изабель убивают его. Фильм заканчивается тем, что пара смотрит на инопланетное небо, на котором видны новые парашюты. Хищники добавляют большое количество новых элементов в мифологию вселенной Хищников. Во-первых, и, возможно, это наиболее примечательно, у Хищников есть два разных подвида с долгой историей противостояния и значительной разницей в размерах. Меньшую группу часто называют кланом охотников в джунглях, а Супер Хищники – внешне крупнее и мускулистее. Мы также узнаем, что, в то время как меньшие Якуджа путешествуют по галактике, чтобы охотиться на различную добычу, у Супер Хищников есть планета с неизвестным местоположением, где они регулярно собирают опасные виды существ и охотятся на них. Это также первый случай в данной серии фильмов, где Яуджа показаны охотящимися с четвероногими животными. Этот аспект их охотничьей культуры ранее не демонстрировался. Наконец, надо разобрать случай с Эдвином. Яуджи известны тем, что охотятся на вооруженных воинах в зонах боевых действий, в ситуациях, когда хищник видит противника, может его выследить и начать охоту на вооруженную добычу. С появлением Эдвина мы понимаем, что методы разведки хищников намного сложнее, поскольку они смогли выяснить, что он был убийцей, несмотря на то, что его методы были менее заметны, чем у вооруженных бойцов, на которых обычно охотятся хищники. Выпустив фильм Хищники, компания 20-й век Фокс вдохнула новую жизнь во франшизу, переориентировав её от спин-оффов по типу Чужой против Хищника на отдельные ленты про заявленных в названии персонажей. Фильм многое добавил к мифологии вселенной. Совершенно новая раса Якуджа, планета Заповедник, новый уровень разведки для поиска смертоносных бойцов и охота с помощью животных. Фильм собрал 127 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов и получил наибольшее признание критиков со времен выхода оригинала 1987 года. Суперхищники не появлялись в последующих фильмах, но продолжение под названием Хищник 2018 года включает крупного хищника с генетически модифицированной ДНК. Однако неясно, есть ли связь между Суперхищниками и огромным Яуджа из этого фильма. Хищник 2018 года начинается с того, что один корабль Яуджа пытается сбежать от другого перед тем, как совершить аварийную посадку на Земле, прервав миссию американского рейнджера Квина Маккене. Инопланетянин атакует его команду, но солдату удается справиться с пришельцем и забрать его доспех. Маккене смог отправить технологию домой. По возвращению его допрашивают агенты Project Stargazer и сажают в военный тюремный транспорт. Биолог Кейси Брэкетт прибывает в исследовательскую лабораторию Stargazer, чтобы исследовать тело Хищника и его странную ДНК. Пришелец приходит в себя, разносит все вокруг и убегает. Маккене и другие солдаты угоняют тюремный транспорт, встречаются с Брэкетт и направляются к дому Маккене. Они обнаруживают, что сын-аутист главного героя, Рори, нашел доспехи Яуджа и ушел из дома в них. Маккене и его солдаты в конечном итоге находят мальчика раньше Хищника. И все трое пытаются вернуть Хищнику броню, но вскоре появляется более крупный и мощный Хищник и убивает первого. Люди убегают, и Брэкетт понимает, что Хищники, возможно, пытаются улучшить себя с помощью генной инженерии. Группу разыскивает и допрашивает правительственный агент Уилл Трейгер и его подчиненные, которые схватили Рори, выяснив, что он узнал об инопланетянах. Маккена и сбежавшие солдаты устраивают засаду на агентов Трейгера, но затем сами попадают в ловушку более крупного Хищника. Пришелец забирает Рори на свой корабль, посчитав, что его уникальный мозг достоин генетической инкорпорации. Он пытается взлететь, но союзникам Маккены удается посадить корабль на Землю, и Яуджо убивают из его собственного оружия. Фильм заканчивается кадрами, которые показывают, что первый, меньший по размеру Хищник, доставил на Землю часть усовершенствованной брони Хищника человеческого размера, которая получила название Убийца хищников. Хищник показывает, что в какой-то момент Яуджо начали заниматься генной инженерией, чтобы включить сильные стороны других видов в свою ДНК. Два Хищника, с которыми сталкиваются главные герои, были созданы с помощью генной инженерии, но имеют совершенно разные характеристики. Кроме того, фильм намекает на присутствие Чужого против Хищника в рамках франшизы, сделав акцент на оружии, характерным для этого фильма. Также выясняется, что гибрид Человека и Яуджо выполнял миссию по доставке усовершенствованной брони Убийц и Хищников, подходящего для людей размера, предположительно для того, чтобы дать человечеству преимущество при встрече с возможным вторжением в будущем. Причина появления такого подарка может быть связана с общей симпатией, проистекающей из того, что этот конкретный Хищник частично является человеком, но мы, по крайней мере, можем с точностью сказать, что преднамеренная гибридизация Яуджо – ещё одно важное событие во вселенной Хищника. Хищник примечателен интригующим предположением о том, что Яуджо могут быть заинтересованы в будущем человечества в большем масштабе, чем просто охота, включая потенциальное генетическое слияние. По голливудским меркам фильм имел относительно скромный успех. Мировые кассовые сборы составили 159 миллионов долларов при бюджете в 88. Оценки критиков были ещё ниже, составив всего 33% на Rotten Tomatoes. Вы не поверите, но это делает его третьим по рейтингу фильмом во всей серии. В целом, нам ещё предстоит увидеть, как этот фильм повлияет на развитие франшизы, включая генную инженерию и потенциал для более серьезной угрозы со стороны Яуджо. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про научно-фантастические франшизы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!